В Эрмитаже впервые представляют полностью коллекции Ивана и Михаила Морозовых. Эрмитаж представляет братьев Морозовых, великих русских коллекционеров всего спустя пару дней после открытия московской выставки «Щукен». Биография коллекции, открывшейся в ГМИИМ. А.С.Пушкина. Впервые за долгие годы можно увидеть почти в полном виде легендарные собрания западного искусства Ивана и Михаила Морозовых. 111 произведений из коллекции Эрмитажа и 30 картин из ГМИИМ. А.С.Пушкина разместятся в главном штабе. О выставке рассказывает ее куратор Альберт Григорьевич Костеневич. Морозовская поправка. Московская выставка «Щукен». Биография коллекции стала российским продолжением успешного парижского проекта в музее фонда «Луи Вилитон» в 2016 году. Выставка в Эрмитаже, посвященная братьям Морозовым, имеет отношение к парижской истории. Альберт Костеневич, да. Выставка, которая сегодня открылась в Эрмитаже, год спустя будет показана в Париже, в музее фонда «Луи Вилитон». Выбор коллекции Морозовых для показа более, чем логичен. С собранием Щукина их сближает общность судьбы. Национализация, объединение в Музее нового западного искусства, раздел по живому в 1948 году между Эрмитажем и Гмеем. А.С.Пушкина. Альберт Костеневич, не только. В глазах современников они были связаны. Коллекция Сергея Ивановича Щукина была национализирована в конце 1918 года. Вслед за ней, хотя и не сразу, была национализирована и коллекция Ивана Абрамовича Морозова. Уже в новом статусе государственных собраний они стали основой первого и второго музеев новой западной живописи. Минус. Как коллекционер Сергей Щукин подмалевал картину Матисса второй по счету, но не по значению. Альберт Костеневич, конечно. Если говорить о значительности коллекции, об их вкладе в русскую, да и мировую культуру, то они равны. Хотя они собирали иногда произведения одних и тех же художников, тем не менее у каждого были свой вкус. И вещи, которые отбирал Морозов, естественно, отличаются от тех, что находил для себя Щукин. Как бы вы определили это отличие? Альберт Костеневич, в свое время Абрамов Рос, выдающийся деятель русской культуры начала ХХ века, в некрологе на смерть Ивана Абрамовича. Морозова, написал, что собирательство Морозова было бы как бы поправкой к тому, что коллекционировал Щукин. Он так и формулировал морозовская поправка. Но тут я бы, пожалуй, не согласился с Эфросом. Это не просто поправка, это свой взгляд на вещи. Это очевидно при взгляде на морозовскую коллекцию по лотингу Гогена и Сезона. По части Сезона, вероятно, Морозов превосходил всех в Европе не по количеству, а по качеству найденных им работ. То же самое можно сказать и о Гогене. Хотя, последний, наверное, сильнее все-таки у Щукина. Между ними было соревнование, но вражды не было. Иногда, бывало, они вместе шли на какую-то выставку в Париже. Но, конечно, каждый понимал, что делает другой. Может быть, Щукин смотрел на Морозова, как на младшего. Разница в возрасте между братьями Морозовыми, с одной стороны, и Щукиным, с другой, была больше полутора десятков лет. Минус. Фонд Луи Вьюиттен привез в Москву коллекцию современного искусства. Она сейчас на выставке Мунка в Третьяковской галерее. Альберт Костеневич. Уже на выставке в Эрмитаже. Как эти коллекции русского и нового западного искусства соотносились друг с другом в собрании Морозова? Или это параллельные вселенные? Альберт Костеневич. Параллель, конечно, относительная. Скажем, такой художник, как шагал явление особое как для русского, так и для французского искусства. Точно так же, как и Наталья Гончарова. Это великая художница. И то, что Морозов отметил ее и выбрал ее картину, очень важно. Другое дело, что русские работы из его собрания реже можно видеть, они толком не изучены. Некоторые полотна оказались в региональных музеях, потому что была такая идея раздавать картины из столиц в провинциальные музеи, чтобы поддержать там развитие культуры. На Морозовской выставке в Париже в 2020 году русская живопись будет представлена. А сейчас в Эрмитаже показывают русскую часть его собрания. Альберт Костеневич, нет, но у нас очень полно представлена французская часть. Буквально все работы из его коллекции, что в Эрмитаже, и 30 работ приехали из ГМИИМ. А.С.Пушкина. Отбор был очень серьезный, и все лучшие картины вошли в эту тридцатку. Разумеется, Сезанн. Альберт Костеневич, Сезанн был его кумиром. Очень мощно представлены и великие импрессионисты. На этой выставке встретятся два ренуаровских портрета актрисы Жанны Самарри. Тот, который принадлежал Ивану Морозову и находится в ГМИИМ. Минус. В МСИ открылась выставка итальянских лицеистов Альберт Костеневич. Он умер рано, в 1933 года. Михаила Морозова больше интересовала литература, чем живопись. Альберт Костеневич, он писал пьесы, был автором романа и неплохих исторических работ. Но вообще-то коллекционировать живопись начал именно он. И многое успел сделать, несмотря на раннюю смерть в 1903. Например, Чукин прошел мимо Бонара, не считая его великим живописцем. Даже купил одну картину, а потом ее тайком продал. А Михаил Морозов открыл по-настоящему не только Бонара, но, что важно, Гогена. Самые первые картины Гогена пришли в Россию именно благодаря Михаилу Морозову. После смерти Михаила Абрамовича его вдова Маргарита Кирилловна подарила всю живописную коллекцию мужа Третьяковской галереи. Это был 1910 год. Никакой национализации еще не было и в помине. Почему она подарила коллекцию западной живописи именно Третьяковской галереи? Альберт Костеневич, первоначально в Третьяковской галереи были еще и залы новой французской живописи. Ее собирал младший брат Павла Михайловича Третьякова Сергей Михайлович. Позже при советской власти Третьяковскую галерею было решено сделать собранием отечественного искусства, и западное искусство передали в другие музеи. Так в конечном итоге большой портрет Жанны Самаре попал в Эрмитаж. Получается, что младший Иван Морозов начал собирать картины после смерти старшего брата Михаила. Альберт Костеневич, Иван всегда подчеркивал, что продолжает дело брата. Минус. Выставка «Ангелы» века проходит в Русском музее Санкт-Петербурга. Разве кубистов он покупал? Альберт Костеневич, по крайней мере одну кубистическую картину портрет Амбруазы Валорокести Пикассо Морозов все же купил. И какой точный это портрет? Обычно вспоминают о двух братьях Морозовых Михаиле и Иване. Но еще был третий брат Арсений. Альберт Костеневич, да, известный всей Москве гуляка. Умер рано. Была компания, обильная выпивка. Пьяный спор, выстрел. А закончилось все заражением крови. Он коллекционированием не увлекался. Альберт Костеневич, больше того презирал это занятие. И всячески это подчеркивал. Он говорил, что дом, который он построил на Воздвиженке, переживет всех, а коллекции братьев забудут. Бывший дом общества дружбы с зарубежными странами. Здание в неамовританском стиле. Альберт Костеневич, именно. В Москве оно было притчей во языцах. Нехлюдов в романе «Воскресенье» даже размышляет о строительстве глупого ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку. Просто удивительно, насколько все три брата были разные по характеру, увлечениям. На выставке вы не стали представлять коллекции братьев по отдельности. Альберт Костеневич, нет. Хотелось, чтобы экспозиция была целостной. Но на этикетке, конечно, всегда обозначено, из чьей коллекции картины Ивана или Михаила Морозова. Какую оценку поставим Ренуару? Почему, на ваш взгляд, именно в Москве, а не в Петербурге создаются невероятные, мирового уровня коллекции современного западного искусства? Это попытка занять свободную нишу? Альберт Костеневич, начиналось-то все равно все в Петербурге. Академия художеств была основана Екатериной. Именно здесь. Именно в Академии разместилась после смерти графа Николая Александровича Кушелева-Безбородка его знаменитая коллекция. Он умер молодым, и 30 не было, но успел собрать очень хорошую коллекцию и завещал, чтобы она выставлялась в Академии художеств. Барбизонскую школу живописцев для России открыл и именно он, Третьяков, разумеется, в Петербурге побывал и смотрел не раз это собрание. Затем пришла другая совершенно волна коллекционеров, связанных с Москвой. Почему? Московское купечество было очень самостоятельным. Основу его составляли старобрядцы, настоящие или бывшие. А это люди упорные, с сильными характерами. Петербургские же купцы больше подражали аристократии, которая к тому времени уже перестала собирать живопись. И центр собирательства естественным образом сместился в Москву. А потом пришла советская власть. Тут уже никакие купцы стали не нужны. Коллекции Щукина и Морозова были объединены в Музей нового западного искусства. Как он существовал в контексте советской жизни? Альберт Костеневич, очень непросто. Об этом есть воспоминания Нины Викторовны Иворской, которая четверть века работала в этом музее. Она описывает колоритные ситуации, когда в музее являлась рабоче-крестьянская инспекция, или рабклин по тогдашнему. Разумеется, никаких крестьян в этой комиссии не было. Зато были чиновники и пары рабочих, которых приглашали для виду. Они должны были проверять, что выставлено в музее, и Ставить оценки по пятибальной системе. Пейзаж, натюрморт заслуживали в лучшем случае тройки. А если жанровая картина, да еще быт рабочих изображает, ставили пятерку. Дикая ситуация. С такого рода проверками в музее сейчас есть желающие заглядывать. Насколько важна автономия музейной жизни? Альберт Костеневич, важна, конечно. Как иначе вы обеспечите достаточно высокий уровень музейной работы? Что и как выставлять? Музеем никто не имеет права диктовать. Культура арт-живопись филиалы РГСеверо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Выставки с Жанной Васильевой Гидпарк